Динамо К слову сказать, в городе больше 10 лет пустуют два стадиона, и пионеры и водник стоят в разобранном виде и ждут своего часа. Казалось бы, чем не место для тренировок футбольных команд, но, согласно требованиям FIFA, стадион должен находиться не более чем в 20 минутах езды от гостиниц, где разместятся команды, а их предполагается разместить в Оке и в Орском откосе. Таким образом, пионер отпадает, не подходит и стадион водник. Сама площадка должна обеспечивать возможность проведения так называемых закрытых тренировок. То есть, во время проведения закрытой тренировки сам газон не должен просматриваться ни с какой точки. Если посмотреть территорию стадиона водник, то вы увидите, что вокруг плотная жилая застройка, причем высокой этажности, и там, к сожалению, обеспечить это требование не представляется возможным. Областному бюджету строительство тренировочных площадок обойдется в 64 миллиона рублей. Это 30% от общей стоимости. Остальные затраты берет на себя бюджет федеральный. Предполагается, что каждая тренировочная площадка будет включать в себя футбольное поле, трибуны на 500 мест, зоны для СМИ, а также административное здание с раздевалками. Проектировать все это великолепие начнут уже в следующем году. Строительство начнется не раньше 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин